В рамках форума «Открытые инновации», который проходит на сегодняшний день в Сколково, Ульяновский наноцентр подписал меморандум с Институтом арктических технологий Московского физико-технического института. Совместными усилиями планируется создать арктическую установку российского производства и поставить ее на испытания сначала на Ямале, затем на Северном морском пути. Планируется, что проект будет реализован в течение двух-трех лет. Установка для ветрогенерации будет совмещена с дизельной генерацией. Это сэкономит стоимость производства электроэнергии в условиях вечной мерзлоты Арктики, Заполярья и Крайнего Севера. В рамках документа предусмотрено привлечение сотрудников физико-технического института к образовательному процессу совместной кафедры наноцентра и Ульяновского технического университета. Ветропарк – это только начало тех процессов, которые у нас происходят. Наша задача в ближайшей перспективе создать научно-исследовательский центр по направлению энергетики. Помимо соглашения, ульяновская делегация приняла участие в ряде дискуссионных площадок. Этим летом российское правительство утвердило программу перехода на цифровую экономику. Вызовом, который следует ждать от такого перехода, посвящен и нынешний форум. Выставка и форум «Открытые инновации» – это основной инструмент, который позволяет реализовать какие-то новые инновационные продукты и идеи. Помимо тех выставок, которые же существуют в Российской Федерации. Здесь считается, скажем так, главная точка ежегодная, где можно проводить какие-то вот такие серьезные переговоры по продвижению товаров. Главные задачи, которые ставят организаторы форума – это наладить межрегиональное сотрудничество в сфере инновации и популяризировать мировые технологические бренды. С каждым годом участников и партнеров «Открытых инноваций» все больше. В этом году в нем участвуют 18 тысяч человек. Дарья Сударева, Новости Ульянской правды.